Мини-контрольная сегодня, как всегда, очень простая, но с большими, точнее как, с необходимостью делать вычисления. Поэтому, как вы понимаете, я уже говорил, что я не садист, поэтому и лично у меня эти вычисления делаются в уме. У вас, конечно, ума не столько, да, поэтому калькуляторы, конечно, можете достать, но, честно говоря, ум, вы уже сразу признали, что у вас ума не очень, да, поэтому сразу за калькулятором. Так, хорошо, значит, задачка такая, линза тонкая, а то некоторые там уже начали диаметр линзы превращать в шарик в домашнее условие. Итак, значит, вот линза, это нолик, а не галочка, да? Значит, линза, у линзы есть диаметр, 122 миллиметра. Есть фокусное расстояние, 1000 миллиметров. 122 метра? Миллиметра. Я специально, чтобы вы задали мне вопрос. Так, из нее вырезали кусочек, удалили его и сдвинули. Кусочек вот этот вот, аж, наверное, легко догадаться, 2 миллиметра. После этого установили точечный источник. Точечный источник. Наверное, нетрудно догадаться, на какое расстояние. Фокусное. На фокусное. Сдвинули половинки. Да, сдвинули половинки, естественно, ее сдвигать я не буду рисовать. Так, источник квазимонохроматический. У него есть лямбда, 600 нанометров. И есть дельта лямбда, 4 нанометра. Так, чтобы наблюдать картинку, нам надо поставить экран, да? Где? Справа. Справа, так. Значит, поставили где-то экран. У меня там текст написан, поэтому мне неудобно ставить. Экран можно перемещать. Влево-вправо. Значит, и вопрос. Какое максимальное количество полос можно увидеть на экране? Максимальное количество полос, которые можно увидеть на экране при его перемещении. Экран куда угодно можно увидеть, да. Окричение по видимости какие? Когда мы считаем, что полос. Как вас учили, так вы и действуете. Так, и второе, ну как бы, бонус такой. На каком конкретно расстоянии L надо поставить, чтобы было максимальное число полос. Ну, то есть, вот это расстояние L от линзы до экрана. Ну, это так. Это для избранных. Хотя, после того, как решена первая часть, вторая решается элементарно. Понятно, да? Числа специально подобранные, причем не с первого раза. Первые студенты такую задачу решали, когда я неправильно ее решил. Да, а теперь все подобрано, на мой взгляд, идеально, чтобы вас надуть. Так, сразу рисую ущербную, да. В надежде на то, что вы ход лучей мне сходу подскажете, да. Так, так, так. И как дальше пойдет? Сверху, так и параллельный пучок. Так, то есть, у нас пойдет параллельный пучок вот так вот. Вот, и под тем же углом, сейчас мне главное попасть куда надо, будет вот так вот. Так? Так. А? Значит, да, фокальные плоскости, вот они сходятся, два параллельных фронта. Так, где у нас область интерференции? Это вот этот вот ромбик. Так, хорошо. Угол, давайте, вот этот вот угол. Обозначим его буквой Т, кто помнит, как он находится? Это H. Значит, угол Т я обозначаю сейчас вот этот прямо целиком. С вашего покровения. H к F, да? Так, H к F. Так, хорошо. Значит, ширина полос дельта Х. В случае, когда интерферирует два плоских фронта. Это лямбда делить на тета. Эти формулы мы с вами писали. Так, отсюда мы что видим? Что ширина полос у нас не зависит от того места, где мы поставим экран. Она везде одинакова. Поэтому надо экран ставить в том месте, где область интерференции максимально широкая. А у ромба где она максимально широкая? Правильно, вот здесь. Так. Вот у меня область интерференции. Так, а кто-то видит ее размеры? Д пополам некоторые утверждают. Так, вы видите, что это вот это же, да? Так. Это ширина бипризмы с учетом выреза. Конечно. А как? Ну так, я же специально, чтобы числа были круглые-то. А я думал, что так некрасиво. Как некрасиво? Значит, если из 122 вырезать 2 миллиметра, сколько останется? 120. 120. Значит, полуширина какая вот этой части? Значит, я ее обозначил буквой H у себя. То есть, D минус H пополам. Это 60 миллиметров. Да? Вот эта область, это 60 миллиметров. Так ведь? Да. Так. Ну давайте вот этот угол Т посчитаем. H на F. Это 2 делить на 1000. Легко? 2 на 1000. Так, дельта Х давайте. Лямбда у нас какая? 600 нанометров. 600 на 10 в 9 метра, да? Минус. А? Минус. Где минус? В 9. А, ну я специально, да. Так. Точно, да? Так, делить на 2 и на 1000. Так, 2 нуля сократил. 6 поделил на 2, получил 3. И так, эти, эту десяточку еще сюда вверх надо, да? Значит будет 10 минус 8, да? 10 минус 8 метра, да? Правильно? Что-то не то. Что-то не то. Что-то не то, да. Лишь кому-то на 1, по-русу. Да, слишком на... А как вы сочернили снизу? Ну, я специально, чтобы вы замучились, да. А зачем вообще считать так? Может, сейчас просто формула... А, я с комнатой, действительно. Сейчас, подождите. 5, 5... У меня 5 нулей, да? Да, 10 минус 4 остается. Игорь Владимирович, потому что формула... Конечно, конечно. А я люблю числа. Так, и у меня получилось, что это 0,3 миллиметра. Да? Так, тогда, Иоанн, количество полос, которое есть, чему равно 60 миллиметров, делить на 0,3. Так ведь? Сколько будет? 200. А вот если считать, от 1 миллиметра будет... А у меня 203,50. Ну, 203 за счет 2 миллиметров, да. Так. Так, теперь, это мы с вами пока что тупо решали задачу, да? Мы ничего не говорили про монохроматичность. Так. Теперь у нас за счет квазимонохроматичности есть порядок пропадания. Кто помнит формулу? Лямбда на дельта лямбда. Числа приятные. 600 делить на 4 будет сколько? 150. И у кого какие мысли появились по этому поводу? У меня полос у меня 200. А порядок какой? 100 там, 100 там. Нет, 100 и 100. А у меня порядок пропадания 150. Это означает что? Что видны все эти полосы. А не 150, как, наверное, некоторые написали. Да? Есть написавшие. Поэтому вот он и есть правильный ответ. Ну, я понимаю, конечно, 203 там у кого-то чего-то. Кто-то 201 еще в центральную полосу добавлял. На это я не буду обращать внимания. Так. Ну, а L откуда видно? Правильно. Вот из этого треугольничка, например, да? H делить на L, это и есть тета. H делить на L, это тета. Отсюда L это H на тета. Это 60 миллиметров. Тета, это две тысячных. И у меня получилось 30 метров. 30 метров. Так. Я... Что вы радуетесь? Ну, 30 тысяч 500, да. Я понимаю, там, да, набежало еще, да? У кого-то. Погрешность маленькая. Ну, погрешность маленькая, но вы же не указали. Так. Чего-то было сложного? Нет. Нет. Нарисовать картинку и все. Да. Картинки вы рисовали как попал. Ну, не все, конечно. А некоторые рисовали четко. Так. Хорошо. Значит, черт, у нас с вами... Ну, ладно. Значит, перед тем, как переходить к следующей теме, нам предстоит договорить про квазимонохроматичность еще. Значит, давайте я еще разок вам бегом напомню, в надежде на то, что кто-то из вас чего-то посмотрел. Значит, что мы с вами... В прошлый раз я вам говорил. Значит, квазимонохроматичная источность. Его спектр какой-то вот такой. Здесь вот у нас стоит омега нулевое. Этот спектр обозначен S от омега. Да. И мы с вами вспоминали, что вследствие симметрии у нас еще здесь появляется какой-то пик. Да. И я вам, на мой взгляд, как-то убедительно в прошлый раз на словах показывал. А, на мой взгляд, в тексте там с какими-то формулами, с какими-то выкладками написано. И мы с вами говорили, что для того, чтобы найти... Ну, я вам пишу так. Интерфляционный член у нас чему был пропорционален? Интегралу S от омега на E в степени и омега. Тау я бы означал, да? Да. Да, время задержки. По D омега. И пределы, ну, то, что я вам говорю, да, моя идея в том, что надо брать пределы от минус до плюс бесконечности. Так. И, ну, опять же, на словах я вам говорил, а без слов я в надежде на то, что вы что-то увидели, и мы с вами получили формулу S. 2 и нулевой стоял, да? Ну, опять же, значит, единица плюс вот здесь у нас появлялся по-прежнему косинус 4, давайте 4. То есть, еще разок, это совершенно не принципиально. Значит, появление вот этого слагаемого связано с тем, что у нас вот частота сдвинулась вот сюда, оно будет появляться всегда. Да, а вот здесь вот слагаемое, которое появлялось, значит, если его аккуратно расписывать, то я вам говорил, что мы этот пик мысленно переносим в центр, да, и тогда этот пик в центр я обозначал S нулевой атомик. Значит, здесь я сейчас немножко ухожу дальше, чем то, что я вам пояснял на семинаре, в надежде на то, что вы что-то читали. Да, те, кто не читал, уж простите, я не виноват. Так, и здесь появляется интеграл, сейчас нехорошо будет, да? Значит, давайте так, S нулевое от омега на E в степени и омега-тау по D омега. С какими-то, наверное, еще нормировочными множителями где-нибудь выползут, да? Так, но, как суть, значит, я говорю, что, да, и вот эта величина... А, неправильно. Все видят, что неправильно. Потому что надо еще поделить S от омега по D омега. Значит, нормировка у нас есть этого слагаемого, и вот эта вот величина, и это и есть видность интерферационной картины. То есть, Фурье преобразование от спектра делить на... Ну, это и нулевое, грубо говоря, ну или 4 и нулевое, не важно, что. Да, и в видности стоит модуль этой величины. Но, как факт, значит, может быть, эти формулы особо строго не надо писать. Я только хочу еще разок вам напомнить, как надо рисовать к картинке. Да. Не принципиально. Поставлю минус, поставлю плюс, это совершенно... То есть, я, когда мы писали с вами Фурье преобразование, там я это запоминал. Здесь я сейчас не делаю никакой разницы. Мне не важно, что здесь написано. Значит, что? Ну, в принципе, да. Как решили. Значит, поэтому давайте сейчас вот как бы попробуем с вами нарисовать график видности. Ну, например, для условия, что у нас линия в спектре имеет форму Гауссу. Чем мы тогда нарисуем с вами? Гауссиану. Мы нарисуем с вами Гауссиану. Так, это у меня видность, это у меня ноль, а здесь у меня что стоит? Единица. Потому что при Тау равном нулю у меня вот это зануляется, и поэтому у меня одно и то же стоит здесь и здесь. Так, хорошо. Значит, нарисовали с вами. Теперь, да, здесь у меня стоит Тау, временная задержка. Но на самом деле я мог бы здесь писать Дельта-С. Помните, как переход от Тау к Дельта-С. Ну, просто Дельта-С это более привычное обозначение, потому что, ну, как бы на картинке обычно Дельта-С можно показать, а Тау показать достаточно тяжело на интерфляционной схеме. Так, и давайте теперь вспоминаем, как мне теперь, зная В, нарисовать график И. Значит, сначала отражаем. Ну, барбать у меня не очень красиво. Так, и самое важное, вот здесь я ставлю минус один. В дальнейшем нам это понадобится. Теперь мы заполняем это высокой частотой. А я сначала заполняю. Мне так нравится. Так, заполнил высокой частотой. А после этого ось опустил сюда вниз. Написал Дельта-С. Здесь давайте зачеркнул, написал быстрее И. И, ну, тут уже как мы решили, там, 4 и 0, 2 и 0, какие хотим числа ставить. То есть главное, что вот это средняя линия. То есть у нас картина, видность в центре равна единице. Потом видность потихоньку убывает. И в какой-то момент она совсем пропадает. Так, то есть картина интерфейционная пропадает. А что это значит? Равномерное освещение. Или темнота. У меня на перзине уже есть. Вот именно. Просто я к тому, что в очень многие, да, говорят, что картина пропала, значит стало темно. Ничего подобного. У вас вот это И нулевое присутствует всегда. То есть вы видите какую-то равномерную засветку. То есть интерференции уже нет, есть равномерная засветка. Так, ну и еще типичную ошибку, которую часто делают. Ну я скажу вам, когда вот нарисован график видности. Да? Значит говорят, как нарисовать график интенсивности. Вот начинают вот так вот делать. Вот так вот будет выглядеть. Верите? Почему? Какая видность этой картинки? Вот сейчас, я вот нарисовал вот так вам картинку. Видность чему равна? А это картинка чего? Интенсивности. Нет, здесь получается, что видность она отезде, где на ашкору, там единичка. Вот именно что. Видность у нас и минимум во всех точках равен нулю. Поэтому видность всегда единица. Картинка вот такая извращенная, но видность у нее всегда единица. То есть я предостерегаю от таких ошибок. Потом некоторые рисуют такую картинку, а ось оставляет вот здесь. Я начинаю говорить, что интенсивность отрицательная. Ну тоже бывает. Так, хорошо. Значит, ну будем считать, что вы что-то поняли. Еще раз. Теперь нам нужно ввести... Да, вот у нас стоит формула умная и мудрая. Так, из этого мы с вами получили... А, давайте так. Так, сначала не так. Дельта S. Порядок, про который пропадает интенсивнационная картина. Это у нас M пропадание умножить на лямбда. И получается лямбда квадрат на дельта лямбда. И эту величину принято называть, кто помнит, чем? Это длина когерентности. То есть это термин. Длина когерентности. Длина когерентности. Так, значит, ее чаще обозначают L когерентности. Так, и что это такое? Словами. Максимальная разность хода, при которой будет наблюдаться интерференция. Да, значит, это максимальная разность хода, при которой будет наблюдаться интерференция. Или минимальная разность хода, при которой интерференция пропадает. Значит, здесь есть в этих терминах противоречие. То есть я еще с одной стороны ее вижу, с другой стороны она уже пропала. Но вот так принято в книжках, да, потом с протяженным источником здесь будет немножко по-другому. Значит, это длина когерентности. Теперь Тау когерентности. Что такое? Правильно, это длина когерентности делить на скорость света. Так, делить на скорость света. Так, и теперь еще одно пояснение на языке так называемых цугов. Напомните, мы с вами говорили, что излучение идет цугами, да. И вот если я нарисую какой-то цуг, его разделили, да, и теперь эти два цуга пришли немножко в разное время. Вот это и есть что такое? Та самая временная задержка. Так. И теперь попробуем, да, а длительность цуга, ну у меня она обозначена дельта Т. Ну давайте, пусть длительность цуга вот такая. Как вы думаете, как-то длина когерентности или время когерентности с длительностью цуга связаны? Тау много меньше дельта Т. Это она сейчас про что? Я вообще предлагал сравнить дельта Т и тау когерентности. Значит, тау когерентности и вот это тау, это естественно разные величины. Так. Значит, давайте мы с вами тау когерентности, значит, запишем вот каким образом. Я, смотрите, пишу здесь. Лямбда квадрат на С и на дельта лямбда. Да? Подставил просто сюда. Так. Теперь, как хитрый, делаю следующую вещь. Лямбда делить на С, лямбда на дельта лямбда. Так. Лямбда на С или С делить на лямбда. Это что такое? Это частота. Да? То есть это единица на ню. А лямбда на дельта лямбда это ню на дельта ню. Понимаете? Мы же с вами проходили, да? На любом языке. Ню у меня сократилось и получилось, что это единица на дельта ню. Так. А теперь вспоминаем, как у нас длительность цуга связана с шириной спектра. Длительность цуга и ширина спектра. Дельта тау цуга умножить на ширину спектра равно единице. Поэтому это и будет дельта т цуга. То есть длина когерентности это длина цуга. Ой, виноват. В смысле время. Ну время, длина на самом деле все равно. И это естественно становится понятным. Да? Как только этот цуг, а этот цуг отошел на него на вот такое расстояние, то что мы увидим? У нас нет, почему? Ни секундочку. Ничего не увидим. Это опять плохой ответ. Мы увидим и нулевое от этого, и и нулевое от этого. То есть как будто двое или время. Да, мы увидим. Двое или время, это уже для меня сложно. Сложно это понять, да. То есть как будто бы два раза длиннее по времени. Или мы его в господинозе. Нет, это они не интерферируют. То есть они перестали друг с другом интерферировать. Так. А вот теперь смотрите, еще такую вещь, картинку я люблю ее тоже рисовать. Что у меня будет в течение вот этого времени наблюдаться? Засветка от этого, да? У меня нет никакой ответственности. У меня будет и ноль. Что у меня будет в течение вот этого времени наблюдаться? Тоже и ноль. А вот здесь у меня будет, предположим, они в фазе. Тогда мне будет здесь 4 и ноль. Предположим, они в противофазе. Тогда у меня будет ноль. А у меня вычисляется среднее значение интенсивности прибора. Поэтому отсюда мы видим, что когда у меня есть какое-то расхождение, у меня будет меньше чем 4,0, но и больше чем 0. То есть вот это убывание на таком языке, на языке картинок, на мой взгляд, очень и очень понятно. И понятно, что такое время когерентности. То есть время когерентности это длина цуга. Разошлись они больше, чем на длину цуга. Все, картина пропала. Так, будем считать. Фотоны мы не трогаем. Фотоны это вы квантовую физику. Меня не трогайте с фотонами, я не люблю фотонов. Потому что я не очень чувствую, что такое поляризация фотона, когда начинают говорить. Тут я вообще уже полностью выпадаю. У волны есть поляризация? Есть. А у фотона? Говорят тоже. Но я не чувствую, что это такое. Как у него там? Так, это я... Потому что на экзамене мне кто-нибудь из вас расскажет, наверное, да? Так. Что? Так, вы солнечные зайчики, да? Ну, это чувствуется. Уровень прямо, прямо, прямо куда надо пошел. Так, сейчас я посмотрю, по-моему... Так, значит, давайте будем считать, что я вам рассказал все про квазимонохроматичность. И мы теперь переходим с вами к протяженному источнику. До звонка мы успеем нарисовать картинку. А, я должен вам успеть задать вопрос. Отлично. Виноват. Итак. Значит, у нас была схема Юнга. Был экран. Здесь был ноль. Здесь было х. Здесь было л. Здесь было... Д, с вашего позволения, маленькое писать не буду. Был источник такой-то, да? Теперь у нас источник стал протяженным, но монохроматическим. Протяженный, но монохроматический. Значит, размер источника с определенным умыслом я буду обозначать буквой D. Здесь мы введем с вами ось Y. Здесь будет, естественно, стоять нолик. Так. Ну, и у вас появляется какая мысль? А, вот это РОСТАИ надо еще обозначить. Да? А. Так. И теперь самое важное, что мы говорим про протяженный источник. Значит, это разные участки. Хотя они излучают на одной длине волны, но мы считаем их некогерентными. Это та модель, которая общеприняется. То есть, нить накала, например, у вас светится. Каждый участок нити накала излучает одну. Ну, пусть нить накала монохроматическая. Хотя я себе плохо представляю, что это такое. Да. Значит, у нас нить накала понятно какая. Да. Значит, излучение идет независимо. Поэтому, чтобы найти интерферационную картину для протяженного. Как вы думаете, что нам надо сделать? Сложить. Значит, разбить его на маленькие кусочки. Да? И потом сложить. Да. То есть, найти интерферационную картину для такого источника. Да. Записать. А потом проинтегрировать по всей длине. А теперь вопрос такой, который я на перерыв, чтобы вам было чем подумать. Я источник был, предположим, у меня точечный источник. Я немножко приподнял вверх. Ну, дайте сюда даже подниму. Что произойдет с картиной? Пусть точечный источник. Был вот здесь вот. Мы знаем, как выглядит картина. Я источник приподнял вверх. Что случилось с картиной? Передвинется куда? Наверное, вниз. А на сколько? А на сколько надо посчитать? Вот и считайте. Так. Ну что, итак. Значит, я поднял, например, вот сюда. Что будет с картинкой? То же самое, только... Все тоже. Давайте так. Давайте я, значит, для источника, расположенного строго по центру, для точечного источника, мы с вами рисовали картиночку. Вот они у нас были в полусах. Да? Максимум нулевого порядка был здесь. Здесь был максимум первого порядка. Но это иногда обозначает минус первый, иногда просто первый. Неважно. Второго порядка и так далее, и так далее. Вот у меня была картина, когда источник находился вот здесь. Теперь я его поднял вверх. Что у меня произошло с картинкой? Куда поехала и на сколько поехала? Слово поехали, я принял от вас. Она действительно поедет. Надо просто то же самое сделать, что мы делали с той картиной. В рядок разложить ее. В рядок разложить. А на пальцах непонятно. Ну там... Там не все так очевидно. Не все так очевидно. Хорошо, так, раскладывайте в рядок пока. Почти разложил. Нет, мы можем просто параллельно провести. Параллельно это что, вот так вот? Не-не-не, вот от этой точки до отверстия, отверстия, и потом от нижнего отверстия. Вот так? Да, вот так вот, и вот здесь. И тут нижняя. И вот здесь вот параллельно, да? От щели, которая нижняя, теперь провести линию параллельно той, которая верхняя. Ну вот эту, параллельную, да? Так, ну ладно, хорошо, он идет очень сложным путем. Так, давайте с вами просто так нарисуем. Смотрите, вот я нарисовал у меня. Вот у меня, да? Я и говорю, где он будет. Я и спрашиваю, где он. Ниже на сколько? Значит, говорят, нулевой порядок будет ниже, а на сколько? А вы знаете, когда справедливо проводим? Хорошо, давайте так. Значит, давайте так. Во, я первую попавшуюся точку поставил. Вот у нас было до этого, да, картинка, да? И мы это обозначали S1, S2, да? Так, кто-то видит, что здесь то же самое? Вы видите, что? Да, только теперь давайте я здесь буду добавлять буковку SX1, SX2. А здесь будет SY1, SY2. Так, для S, виноват, для дельта SX формулу кто-то помнит? Х на D и делить на L. Может быть, кто-то, глядя на картинку, мне скажет, чему будет равно дельта S для игрока? Вы видите, что картинка-то абсолютно один в один. Никакой разницы нет. Поэтому вместо X пишем Y, здесь пишем D, а здесь у нас расстояние H. Так, и поэтому у нас суммарная разность хода будет какая? Дельта SX плюс дельта XY. Так, ну, в общем, я понял, что на пальцах вы не соображаете, поэтому действительно переходим к интегралу. Так, хорошо. Чего? Продолжать на пальцах? Хорошо. Так. Так, значит, ну, здравый смысл. Вы же видите, что вот это меньше, чем вот это, да? Да, поэтому, чтобы был порядок нулевой, это должно быть больше, да? Поэтому ясно, что ползет вниз, да? Ясно, что ползет вниз. Так, а кто-то еще помнит другие способы вычисления разности хода? Провести перпендикулярно. Ну, предположим, здесь провожу перпендикуляр, и здесь провожу перпендикуляр. Перпендикуляр, примерно как вы, да, перпендикуляр, у меня ваш, да? Вот у меня какой-то вот этот перпендикуляр, и какая-то мысль уже появилась, вдруг какая-то мысль уже появилась. Это я подсказка первого уровня. Так, то есть у меня вот она разность хода. Теперь мне надо найти точку здесь, чтобы разность хода была такой же, да? Только в другой. А? Нет, я специально, я просто вам для примера нарисовал вот это. Ну, хорошо, давайте вот здесь вот. Вот взял какую-то вот такую точку. Так, ну, видите, он любит параллельность всякую, а я люблю немножко другое. Итак, а теперь я делаю следующее. Я соединяю вот эту точку с центром, и продолжаю эту линию дальше. Как вы думаете, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Вспоминаем. Вспоминаем, что мы с вами... Когда-то я вам рисовал такую линию и давал этой линии название. Это линия, либо одного и того же порядка интерференции, либо одной и той же разности хода. То есть где бы я ни поставил экран, для всех точек пересечения экрана этой линии, разность хода будет одной и той же. Да? Согласна здесь, да? У нас была формула D на... Что там? Ну, если это T обозначить, да? Да. Так. И теперь смотрите, что я вижу. Вот у меня эта линия. Угол, который она здесь образует, и угол, который она здесь образует, один и тот же. И что это означает? Что разность хода между ними будет точно такой же, как и разность хода здесь. Видно это? Это не параллелограмм. Да. Да. То есть разность хода... Вот у меня. Ну, здесь, к сожалению, на рисунке получилось, что они почти одно и то же дают, да? Да. Но у меня разность хода равна чему? Если вот этот угол θ, D на sin θ. Так ведь? И здесь я опускаю перпендикуляр, этот угол тоже θ. И здесь тоже D на sin θ. Они абсолютно одинаковы. Поэтому, для того, чтобы найти положение нулевого порядка интерференции, в случае, когда я источник сместил от оси, я просто этот источник соединяю с центром и продолжаю линию дальше. И тем самым я нахожу нулевой порядок интерференции. Ну, все, точнее, есть пропорции уже все находится, да? Насколько он сместился. Понятно? На мой взгляд, то есть я вот, ну, я вам говорил, что я не случайно рисую вот эту картинку. На мой взгляд, я вам это говорил. Что? Почему? А кто-ли-то прямой фазы постоянно? Разность хода постоянно. Ну, потому что, чему у нас равна разность хода? Вот я, чё мы превращали? Д делить на л, да? А, ну да, это у меня л. А, х виноват. Значит, это л, а это х, да? Л к, х к л все время константа. И, х к л все время константа. Поэтому это и будет у меня, то есть, д на тангенс тета, ну, л, что тангенс, синус, это все одно и то же. Зависит только от угла. И угол не меняю, у меня разность хода остается одно и то же. Так, понятно это, да? Ну, я неудачно сделал, да. Вы сами сразу и сказали, что я неудачно сделал. Так, теперь, а теперь следующая вещь. А теперь, я-то я сейчас точку взял просто абстрактно, да? Так, а теперь, предположим, я беру, ну, сейчас будет некрасиво, крайнюю точку вот этого самого источника. Крайнюю точку. Находящуюся на расстоянии d пополам. И из нее провожу линию. Зачем? Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Потому что я сейчас хочу, чтобы вы мне на пальцах попытались сказать, как найти размер источника d, точнее, на языке, на пальцеобразном иногда говорят такой фразы, пальцеобразном языке, при каком размере d у меня картина полностью размоется. То есть вы понимаете, что вот у меня есть интерфекционная картина для точки, расположенной в центре. Если приподнимаюсь вверх, у меня картина поехала вниз. Опускаюсь вниз, картина поехала вверх. Вопрос, насколько они должны разъехаться? На расстоянии между максимами, а другой, говорит, на половину ширины. Чтобы минимум попал на максимум. То есть у меня, вот смотрите, нулевой порядок для центральной точки. Значит, для крайней точки вот этой, где должен оказаться нулевой порядок? Правильно, там, где минимум. Для крайней точки здесь, он окажется там, где минимум здесь. Все остальные максимумы вот так вот равномерно заполнят всю ширину линии. Понятно? Из здравого смысла это понятно. Чтобы у меня все вот размазалось, мне надо сместиться на половину ширины линии. Да? И здесь, не виноват не на ширину, все-таки на половину ширины полосы. Да, потому что иногда начинает шарить. Ну ладно, лучше не буду вас путать. Так, хорошо. Ну а теперь кто-то теперь может сказать, как это легко решить. Из треугольников. Из треугольников. Так, давайте так. Значит, от этой точки, да? Значит, у меня разность хода. Вот это вот. Должна быть, раз я собираюсь попасть в первый минимум, чему равна? В нулевом максимуме разность хода между вот этими лучами ноль, да? А в первом минимуме лямбда пополам. Да? То есть у меня первый минимум, да? Вот в первом минимуме, вот у нас был максимум, вот у меня пришел до первого минимума. Вот у меня. Да? В первом минимуме у меня разность хода лямбда пополам. Значит, и от этой точки она должна быть чему равна? Лямбда пополам. Где это у меня? Вот у меня эта формула, да? Только я теперь что беру? Вместо игрока я что должен взять? Да, давайте так. Дельта С игрок при игрок равням чему? Д пополам, да? Д должна быть равна лямбда пополам. Я должен попасть в первый минимум. Понятно, да? То есть картинка должна сместиться на лямбда пополам. Не на лямбда пополам, разность хода должна измениться. Подставляю это D пополам на D делить на H равно лямбда пополам. Пополам сокращаются. И получаю D на D равно лямбда H. Красивая формула из какого количества букв? Из четырех букв. Все имеют одинаковую размерность. У всех есть большие и маленькие. Способов запоминания уже повторять не буду. Где у меня еще, опять же, для облегчения вашей жизни. Все то же самое. Видите, вот D маленькая вертикально стоит. Вот D большое вертикально стоит. Вот H горизонтально стоит. Вот лямбда стоит. То есть это условие пропадания. Понятно на пальцах это? На мой взгляд. Ну, если напряжетесь немножко, может быть... А подождите, у нас ведь сравнивают как высокую источник с таким. То есть вот когда мы D это имя посчитаем. Нет, мы... Я говорю, значит, на мой взгляд, если вы поняли, что у меня, когда я смещаюсь от центральной точки источника до крайней, у меня картина должна сползти наполовину ширины полосы. Да? То есть у меня нулевой порядок для вот этой точки должен оказаться точно в первом минимуме для центральной. Да. А первый и минимум для центральной разность хода здесь какая? Лямбда пополам для первого минимума. Значит, и здесь она должна быть для этой точки лямбда пополам. То есть мы сравним с центром. То есть раз в ходе исчезает? Ну, я знаю, что в первом минимуме разность хода лямбда пополам, значит, мне надо ее компенсировать. Вот и все. Так. Ну, а теперь ненавистные для, я так понимаю, пака, который очень громко шумел, интегралы, да? Ну, без интегралов-то мы не можем. Вы же видите, некоторые мне не верят, да? Так. А на самом деле интеграл-то очень простой, как вы понимаете. Так, итак, интерферерационный, значит, взяли маленький кусочек, маленький кусочек размера dy, находящийся на расстоянии y от оси. Значит, его интенсивность, как вы думаете, чему равна? Интенсивность вот этого маленького кусочка. Это есть и нулевое делить на d, да? d и нулевое, давайте, это источник у нас. Это плотность умножить на d игром. Так ведь? Вот его интенсивность. Теперь, для этого источника мы пишем интерферерационные картины. То есть, это будет d и на экране, это будет d и нулевое, единица, плюс... Сейчас, опять же, не обращая внимания там на множители какие-то, двойки, четверки. А здесь у нас то, что стояло? Косинус k на дельта s. До этого было, да? А теперь мы что делаем? У нас теперь дельта s складывается из двух кусочков. Дельта s икс и дельта s икс. Пишу вот сюда дельта s икс плюс дельта s икс. Так. Вот распределение интенсивности для источника, вот, находящегося где-то вот здесь вот. Так. Теперь, чтобы найти общее распределение, что нам сделать? Проинтегрируем, да? В каких пределах? От минус d пополам до плюс d пополам. Так. Значит, самое сложное, это справиться с косинусом суммы. Кто помнит? Косинус суммы, чему равен? Косинус k на дельта s. На косинус k на дельта s икс, да? И минус или плюс синус, да? Ка у нас не зависит от икс. Игра в нем, а сейчас нам разглаживают, что происходит. Чтобы интеграл взять. Почему нельзя его сразу взять? А он по y. Да. А сейчас будет проще. Я же знаю ответ, поэтому мне проще. Так. Здесь синус и синус. Да. Теперь интеграл в симметричных пределах. Да. Буква y у нас куда входит? Вот сюда вот. В дельта s ик, да? И здесь дельта. Синус k на дельта s ик. В s ик оно входит. Вот оно, y стоит. И что вы видите? Что интеграл в симметричных пределах от синуса, чему равен? Нулю. Поэтому вот это слагаемое при интегрировании уйдет. Так ведь? Так. Поэтому что у меня останется? Ну, понятное дело, что... Так, я теперь пишу. И первый интеграл, вот этот вот. Мне даст просто и нулевое. Да? А здесь у меня останется интеграл плюс интеграл и нулевое на d. От минус d пополам до d пополам. Умноженное на косинус. Я поменяю их местами. k на дельта s ик на косинус. k на дельта s икс и умножить на dy. Так ведь? Так. Теперь что мы видим? Что у нас вот этот косинус из-под знака интеграла торжественно уходит и превращается во что? В привычную для вашего глаза запись. Вот я сейчас напишу. И нулевое единица плюс что-то, что мы еще не взяли. А здесь будет стоять косинус k на дельта s икс. Видите, что структура формулы та же самая. А теперь только осталось взять интеграл от косинуса k дельта s икс на по игроку. В пассиметричных пределах. Никто еще не догадывается, что это будет? Что будет? Синк. Некоторые мудро догадываются, что это будет синк. А может быть наиболее мудрый еще и аргумент синк назовут? k d d на 2 h. Это вы глядем в лекции или сами? Сейчас посчитали. Видите, среди вас есть умные. Вы чувствуете? Так. Ну видите, сколько букв много, да? Тяжело запомнить. А теперь я сделаю следующее. Если я вспомню, что k это 2π на лямбда. Двойки у меня сократятся. Я скажу, а аргумент равен вот чему. π d d на лямбда h. А теперь уже проще ее запомнить. Значит, букв на одну больше. Но зато трудиться не надо, чтобы запомнить. Видите что? Условия пропадания, которые вы уже запомнили. Потому что оно из четырех букв. И здесь стоит sin, π и вот этот же самый аргумент. На мой взгляд, ну по крайней мере мне запоминать просто никаких усилий это не составляет. Некоторые любят брать интегралы быстро. Они берут и получают ответ. Я не беру интеграл, я пишу sin. Ну я знаю ответ. То есть видность. И как вы понимаете, это что такое? Это видность интерферационной картины в случае протяженного источника. По моим представлениям на лекциях Борис Иванович это честно выводил. Да. Ну может быть обозначения чуть другие были, да? Ну не важно какие. Но вот, как бы, вот когда я придумал аргумент синка писать вот в таком виде, мне стало чрезвычайно легко. Потому что вот эту формулу, не знаю, на мой взгляд запомнить проще некуда. Да. Помнить, что синк от π равен нулю, значит вот у меня π. И, да, а это сюда, это же слагаемое только в таком виде написано. Всё. То есть это честно, точнее как, не честно мною взятый интеграл, но честно вычисленный. Это так получится. Вот у меня получается. Значит, видность интерферационной картины в случае протяженного источника. Это и есть модуль синка вот с таким аргументом. Так, а теперь, глядя на всё это безобразие, кто-то из вас мне попытается сказать, как мне нарисовать интенсивность на экране. Да, опять же от дельта S с индексом x будем рисовать. Если график, если видность у нас это синка. Как и раньше. Как и раньше. Сначала синк нарисовать. Ну давайте я. Хорошо, рисую синк. Так, по модулю, да? Так, нарисовал синк по модулю. Дай. Отражаем. Так. Так. Заполняем. Так. Переносим. И для протяженного источника. Верите? А напрасно. Я вас надул, да. Точнее, вы сами себе надули. Слава Богу, есть разумные, которые быстренько. Ну так же, так же, так же. А на самом деле не так же. Ищем подводный камень во всем. Что? Там полная разность хода. Что означает слово полная разность хода? Дельта S y. Нет, вот у меня формула есть. Она же фиксирована. То есть мы проинтегрировали все. Ну и что? Значит, хорошо. Давайте так. И от дельта S x. Или от координаты x. А видность у меня от чего зависит? Тут нет икса. Так ведь? Поэтому видность это константа по всему экрану. Понятно? То есть вы попались в типичную ловушку, да, видите SYNC, а забываете, что здесь у вас по оси отложено. А по оси у нас отложена разность хода вот на этом участке. Поэтому мы проинтегрировали. Поэтому я говорю, давайте начинаем опять с видности. Рисуем график видности. Значит, я теперь подставлю сюда какие-то d, d, λ, h. Возьму SYNC, получу, например, ну, сколько хотите? А? 0,7. Так, ставлю здесь единичку. Здесь ставлю 0,7. И говорю, видность в зависимости от икса константа. Так? Теперь, чтобы нарисовать распределение интенсивности, что делаем? вписываем, поднимаем. Отражаем. Насколько? Минус 0,7. Заполняем. И? Поднимаем. Кого поднимаем? Нет, опускаем. Опускаем. Ось куда? На минус 1. Не на 0,7, как некоторые делают, а на минус 1. Я получаю вот такой вот график. Чем он отличается вот от этого? Кроме того, что один вертикально, второй горизонтально. Есть минимальная видимость. Есть минимальная видимость. Верите ему? Невидимость. У нас не будет темных. Значит, у меня, значит, если бы я сейчас на этом графике нарисовал бы идеальную интерферационную картину для точечного монохроматического, что бы она выглядела? Как? Она бы начиналась здесь и заканчивалась бы вот здесь. А ширина полос? Все как было, так и осталось. Вот это слагаемое как есть, так и есть. То есть, я вот вам с самого первого занятия по интерференции говорю, вот, это общая структура для интерференции, что квазимонохроматического, что протяженного. А сейчас мы еще с вами будем соображать, что будет для протяженного квазимонохроматического. Я надеюсь. Значит, вот, то есть, картинка для идеального была вот так вот. Теперь у меня за счет того, что появилась протяженность, у меня это опустилось, это поджалось. Так, я иногда это для того, чтобы лучше запомнил, говорю фразу, но, к сожалению, многие из вас ее не понимают. Признак революционной ситуации никто не помнит. Ну, я учился при советской власти, у нас-то было сидело твердо в голове, но вот на лекции на втором потоке одна девушка совершенно четко сразу выдала признак революционной ситуации. нет? Верхи не могут, низы не хотят. Вот, вот я и говорю, верхи не могут, низы не хотят. Поэтому у нас картинка вот так вот сжимается. Так, вот, или батарею иногда показываю. Видите, батарею, если вот так мысленно сжать, у вас как раз получится интерферационная картина. Так, значит, и если у нас будет D, где оно? D, D будет равно в точности лямбда H, то во что превратится эта картинка? У меня вот это вот превратится в ноль и будет просто и нулевое, будет равномерно и застать. То есть, если в случае квазимонохроматического источника, у меня картинка где размывалась, где-то в порядке пропадания лямбда делить на дельта лямбда, то для протяженного источника картинка размывается везде абсолютно одинаково. Понятно это? Так, и это нам дает замечательную совершенно вещь, на которую вы с вами сейчас мне скажете умный ответ, переходим к источнику прям сразу протяженному и квазимонохроматическому. Как вы думаете, что будет? Будет размываться везде, а чем дальше от центра еще хуже. Будет размываться везде, а чем дальше от центра еще хуже. Для квазимонохроматического это будет более существующая. Да, то есть, смотрите, давайте я здесь сотрудю. Значит, для квазимонохроматического у нас с вами видность, я вот все время вам упорно ставлю здесь циферки, обращая внимание. Например, вот она вот такая вот, а дельта и опять с индексом х давайте. Вот у меня для квазимонохроматического видность в центре всегда единица. для квазимонохроматического. Так, а для для точечного квазимонохроматического. А теперь мы говорим берем протяженный. Давайте сообразим. Для протяженного мы интегрировали по какой переменной? По игрок. А для квазимонохроматического мы интегрировали по частоте. Значит, если мы сейчас разобьем это и по частотам, и по по игроку, то мы получим два интегрирования, но по совершенно по независимым переменным. И можно показать, что видность для протяженного и квазимонохроматического источника будет просто произведение видности для протяженного на видность квазимонохроматического. А это как бы преобразование Фурье? Ну, давайте пока, пока что мы только одно преобразование Фурье с вами видели. Сейчас вам предстоит искать второе. Да. Нет, это лучше, лучше эти слова здесь не употреблять, потому что, на мой взгляд, вот это все очень просто. и поэтому я эту видность для квазимонохроматического умножаю на что? На какую-то константу. Поэтому она у меня что? Ну, она у меня как-то опустится вот так вот. А потом я выполняю все те же самые манипуляции, которые у меня были. То есть, это вот этот факт, на мой взгляд, как бы заметен из симметрии. В смысле, не симметрии, а из независимости. Здесь мы интегрируем по частотам в одном случае, другом мы интегрируем по координате р. Это независимое интегрирование. Поэтому по частотам мне даст вот это слагаемое, по игроку мне даст вот это слагаемое. И все. И поэтому видность будет произведение. Так. И обычно эта жизнь заключается в чем? Ну, мы сейчас с вами зная свойства источника, мы с вами постарались найти вид интерферационной картины. А на самом деле в жизни наоборот. Получают интерферационную картину, из этой интерферационной картины пытаются найти характеристики источника. Можете мне сказать, как вот, например, вот из такой интерферационной картины, давайте я ее сейчас ой, хорошо, нехорошо, бог с ним. Ой, все. Видите, я произведение взял, да? Как из этой картины получить характеристики источника? по крайней полосатуре. Так, давай, начинай. Я не видность прошу получить, а характеристики источника. Источник у нас излучает на какой-то линии волны. Нам надо ее знать? Надо, мы ее пока не знаем, мы получаем. Значит, пишу, лямбда нулевой мне надо найти. Он квазимонахроматичный. Дельта лямбда надо найти? Надо найти. Он протяженный. Дельта мне надо найти? Надо найти. Как? Лямбда ноль находим из ширины полос. Лямбда ноль находим из ширины полос. Точнее, расстояние между полосами. Верите ему? Вот у нас оно стоит. Дельта лямбда из пропадания картины. А Д? Если подвигаем мы найдем мы не двигаем ничего, у нас картинка, вот она все. Мы ее получили. из амплитуды вот этой кривой. Из амплитуды вот этой кривой. Кто-то понял, что он сказал? В кривой есть амплитуда. Из того, насколько там не ноль, а там вот это. Еще слова. Чего? Мы можем найти в протяженную видимость. Из того, что мы посчитаем расстояние от нуля до центра и от нуля до... Кто-то понимает, что он говорит? То есть он вам сейчас говорит, что видность квазимонохроматического в одной точке нам всегда известна. В какой? В пике. В пике. В центре. Да. Она всегда единица. поэтому вычислив видность в центре вы можете найти это и будет видность протяженную. Ну а как и максимум? Да? Формула. Вы знаете, что такое видность. На этом я заканчиваю некие подсказки, потому что, не дай бог, подскажу очень сильно с расчетом на что-то хитрое. Ну не скажу вам, что хитрое. Так. теперь вот эту формулу нам предстоит запомнить немножко из других позиций, потому что у нас сейчас появляется еще один термин. Итак, вот давайте я теперь вот так сделаю. Смотрю только на эту картинку. Да? Значит, вот это у меня d, вот это у меня d маленькая. вот это у меня h. Значит, условие пропадания. Это вот это равенство. Да? Это условие пропадания. Так. А если я хочу найти условие, при котором картина еще видна, то что мне здесь надо изменить? d пополам взять. Но это вы слишком мудр. Сначала попроще. Какой знак надо поставить? Меньше. Почему? Потому что у меня аргумент синка должен стать меньше, чем π. А? Сейчас решим. Что меняет? Сейчас как раз начинаются все изменения. Значит, дело в том, что вот это условие пропадания, а так исторически сложилось, что условие еще видна, есть, условие еще видна, это d d делить 0 h равно 1 2. Почему это так, я не знаю, но в книжках пишут, значит, это у нас пропадет, а когда она будет видна? А когда размер источника уменьшим ровно в 2 раза. Почему ровно в 2 раза, я не знаю, но это как бы при решении задач это принято. А мы сейчас с вами пытаемся понять, а если вот это условие выполнено, то видно, чему будет равна. 1 2. Верите ему, что 1 2? Нет. Видите, мы здесь вот у нас, это 1 2, то есть это будет синк пи пополам, а синк пи пополам мы с вами уже вычисляли, это 2 делить на пи, а 2 делить на пи это примерно 0,64. Ну, 64, да. Значит, на самом деле это видность гигантская, то есть видно очень хорошо, 0,66, говорят, что человеческий глаз видит типа 0,2, ну, я уж не знаю, у людей разные глаза. Да, но, то есть при решении задач часто будете утыкаться в то, что условие пропадания вот в таком виде, а условие еще видна вот в таком виде. так вот, вот для квазимонохроматичного разницы не сделали, лямбда на дельта лямбда и все, а здесь сделали. Да, поэтому я, например, когда формулирую условие задачи, я очень четко пишу, найти условие пропадания или найти условие, что она еще видна. В зависимости от вопроса будут разные решения. Но в задачниках часто не делают никакой разницы и пользуются всегда вот этим. Ну, не знаю почему. Так, теперь смотрим. Итак, теперь, вот я теперь, смотрите, сажусь, ну, понятное дело, что h много больше, чем d это и много больше, чем d это, в отличие от картинки. Я сажусь сюда и смотрю вот сюда. Вижу какой-то угол. Да? Этот угол, сейчас я не вспомню, какой буквы он у меня обозначен. Давайте на всякий случай посмотрю. Нет, у меня он обозначен буквой омега большое почему-то. Так, омега большое примерно чему равно? d маленькое, h. Смотрим на эту формулу и говорим и говорим, значит, d, значит, условие, когда картина еще видна. d должно быть меньше, чем лямбда на h и на d. Да? Теперь я вижу вот эту вот комбинацию и говорю, что это равно лямбда на омега. То есть, условие пропадания интерферационной картины или там условие, когда она видна, размер источника должен быть меньше, чем лямбда делить на омега, где вот этот угол омега, по-моему, называют его угол интерференции. Угол интерференции. Я вообще говоря, название этих всегда не помню. Просто углы рисую. Да, но здесь мы не используем, а это надо на вторую. Да, мы сейчас не используем никакое одно-вторую. Потому что формула из трех букв всегда приятнее, чем формула из больших условий. А здесь у нас d меньше, чем лямбда на омега. Так, теперь мы садимся сюда и смотрим вот так вот. И видим еще один угол. У меня он обозначен в си. Как вы думаете, как он называется? Угловой размер источника. Да? Угловой размер источника. Угловой размер источника. Так. И теперь я вот эту формулу неожиданно переворачиваю в другую сторону, выражаю отсюда d. Если у меня угловой размер источника теперь задан, а у меня появляется возможность варьировать d. Маленькое. Значит, d маленькое будет равно лямбда на h делить на d большое. Ой, какое чудо. Да, это будет лямбда делить на пси. Лямбда делить на пси. Очередная формула. И вот это вот d, при котором у меня полностью размывается интерферационная картина, называют радиус когерентности. Радиус когерентности. Значит, подчеркиваю, не диаметр, как хотелось бы, а радиус. Ну, вот так. Почему радиус, не могу сказать. То есть, это то расстояние между отверстиями, при котором у меня полностью, первый раз полностью пропадет интерферационная картина. То есть, значит, на самом деле вот эта вещь, вот выражение условия пропадания через углы очень сильно поможет нам, хотя оно поможет как. На задач таких обычно контрольных не бывает. Просто чисто для понимания. Условия пропадания для случая, когда мы будем говорить про интерференции в тонких пленках. Почему мы видим интерферационную картину, хотя у нас размер источника какой. Вы смотрите на нефтяную пленку, свет-то падает со всех сторон. Размер источника бесконечный. Квазимонохроматичности вообще никакой нет. А вы видите картинку? Видите. Вот условия для вот этого через углы будем выражать. Может быть будем выражать, может быть чисто на пальцах я скажу. Итак, у нас за квазимонохроматичность отвечает время когерентности и длина когерентности, за протяженность у нас отвечает радиус когерентности. Значит, слова по поводу пространственно-временной функции корреляции оставляю. Лектор вам их все произнес. Он произнес все четко и на самом деле в свое время Борис Иванович мне про это рассказывал. Если кто-то уже обратил внимание в конспекте у меня там это все с его слов написано. Кто-то, если сверится то, что он вам писал на лекции и то, что у меня там должно примерно одно и то же написано. Так, радиус когерентности. Ну, а черт, я уже не успеваю ничего, да? А, давайте во, 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 во. Сейчас я успею вам сказать, а вы дома будете думать. Про растянутые домашние задания. Быстро, я торопливо говорю. Так, кто нарисовал? Бипризму. Вот у меня источник, да? Так, изображение строить умеете, да? Изображение будет вот одно, изображение один, вот изображение два. Знаете это, да? Помните? Теперь я этот источник приподнял чуть-чуть вверх. Что произойдет с изображениями? Это хороший вопрос. Это плохой ответ. Да. Надо подумать. Начинается 419-й праг. Смотрите, видите, не успели сказать. Так, вот было, вот так вот, да? Теперь я его приподнял вверх, у меня пошел так, здесь он куда пойдет? Понятное дело ниже, да? Здесь он пойдет как? Понятное дело ниже. Значит, он приподнимется вот сюда. Нетрудно заметить, что на то же самое расстояние. И с этим произойдет то же самое. Вопрос, где окажется максимум нулевого порядка. Когда мы приподняли немножко вверх, где окажется максимум нулевого порядка. Значит, это дома подумать. ГОНТОМ МОЛНу Продолжение следует...